Здравствуйте, дорогие друзья. Вы знаете, почему мы вообще изучаем разные недостатки? Потому что в этом мире все странно очень. Двойственность этого мира видна всем. Добро и зло перемешаны. Говорят мудрецы, что теперь в каждом добрее счастится зла, и в каждом зле счастится добра, так устроен этот мир. Часто бывает, что вчера было еще мудростью великой какой-то, или истиной, сегодня глупое заблуждение. Еще вчера люди готовы были отдать жизнь за какой-нибудь, к примеру, коммунизм, а сегодня это уже утопическая идея. Все смешалось. Приведу такой интересный пример. Вот страхование жизни. Этот вид страхования, вообще, один из самых распространенных. Его цель, кажется, вполне оправданная. Помочь в случае чего там, семье или еще как-то. Однако, выдающийся наш Хазоныш выступал против этого вида страхования. Он объяснял свое негативное отношение как раз тем, что, ну как бы, страхование жизни не только не продлевает жизнь, но и наоборот, не дай бог, способно привести к плохим результатам. Каким образом? А вот как? Написано, что суд Всевышнего удивительно тонкий и все взвешивает. Человек, который даже заслуживает наказания, порой его не получает, если это влечет за собой неоправданные страдания его близким или друзьям. Бывает так, что по своим поступкам человеку, не дай бог, уже положено уйти из этого мира. А единственное, что мешает его, родным не предписано впадать в нужду, в голод и так далее. Но картина меняется, стоит ему уже заиметь надежный страховой полис. Единственная препона, так сказать, которая была к приговору Всевышнего, как бы, устранена. Получается, что он сам привел себе это, ведь он пока жив, являлся кормильцем семьи. И это как пример очень. Полис лишил его этой защиты, но согласно постановлению, чтобы вы знали, и грот Маше Фанштейна, выдающегося мудреца, по которому, в общем-то, и живут последние годы, и других, кстати, законоучителей, страхование жизни разрешено и применяется, и даже самые большие религиозные авторитеты поступают. Вместе с тем, приведенный принцип, который я сказал, никто не спорит и не отменяет. Вот она двойственность мира. Идем дальше. Все осложняется еще тем, что в жизни присутствует предопределенность. Короткую майсу про предопределенность. Три года Зуси и Элемелих, два брата, провели в странствиях. Ну, они там хотели почувствовать себя. И вот они однажды на свадьбе, там, в одном корчме где-то, оказались шумные, задиристые гости. Они чрезмерно выпили, там, видят, там два странника, там, сидят. Подошли к нему. Зуся лежал с краю, а Элемелих у стены. Поэтому разбушевавшиеся гости схватили Зусю. Стали его толкать, бить, затем бросили на пол, там, и пошли плясать. Элемелих удивился, что его не тронули в глубине души. Брат тут пострадал. Поэтому он ему сказал, дорогой брат, давай я лягу на твое место, а ты на мое, чтобы выспаться. Они поменялись местами. Через три минуты гости кончили плясать, опять начали, решили позабавиться. Хотели схватить Элемелиха, но один говорит, это не по правилам. Одному, вот уже все, давай другого. Повернулись, схватили Зусю, опять его отдубасили, вот тебе свадебный подарок. И когда его оставили в покое, он засмеялся и сказал брату. Вот так, дорогой брат, если человеку суждено получить удары, то он их получит независимо от того, где он не спит. Поэтому, вот идем дальше еще. Это тоже не все, если было только это. Написано большее, что ошибки и заблуждения тоже вписаны в структуру нашего мира. От первого человека до наших дней. Сначала, вот если обратить внимание, мы в Тории изучали законы жертвы за грех, чтобы искупить грехи будущие, которых мы не совершали. Тут зарыт большой секрет. Каждый человек, говорит нам Бог, на планете совершал ошибки, совершает, и будет их продолжать совершать до тех пор, пока вообще не перестанет чем-то заниматься или не уйдет из этого мира. Одно из двух, да? Возможность совершать ошибки встроена в сам механизм творения. Бог как бы предупредил нас о том, что в процессе роста, неименуемо, он говорит, учитесь, работайте над ошибками, которые у вас будут. Учитесь исправлять и улучшать себя, чтобы вы могли восстановить связь со мной, которая теряется из-за вот этих ваших, там, я не знаю, ошибок. И надо, чтобы человек не погрузился в самоосуждение, в чувство вины, в стыд. Он должен понимать. Иначе вот если мы подумаем, что мы не подлежим ремонту, все будет плохо. Бог рассказал нам, что касается фундаментальной человеческой природы и отношений. Нам следует понять, что мы не идеальны. И что, безусловно, будут ошибки. Но наши с ним отношения при этом сохранятся. Конечно, каждому хотелось бы меньше ошибаться, ехать в вагоне жизни с максимальной комфортностью. Это понятно. Но надо, чтобы наши планы совпадали с его. Важно, чтобы он видел, что нам на пользу мягкий вагон. Знаете, был такой Рафаэль Лиаго Деслер, он провожал однажды своего ученика за границу. И тот говорит ему, Рэбе, благослови меня. Он говорит, я даю тебе благословение, чтобы ты нашел удобное место в поезде. Удивился ученик. Я ведь просил благословения на всю жизнь, а вы мне только на поездку. Ответил ему Деслер, я благословил тебя на всю жизнь. Я имел в виду продолжающийся путь к грядущему миру. Это наша поездка в этом мире. Я уже рассказывал много раз эту историю, но в нее надо вдуматься. Человеку следует всегда чувствовать себя в пути. Потому как человек обычно не придает особого значения неудобству в поездке. Ну, к каждому хочется. И надо помнить, что не мы управляем миром. Надо принимать реальность и жить дальше. Вот такая, как сегодня есть. Да, не будет как прежде. Но это не значит, что будет хуже. Просто будет по-другому. И чем раньше мы это поймем, тем быстрее сможем адаптироваться к новым условиям. Жизнь меняется, потому что он так решил. А нам надо улыбаться и приспосабливаться. Брахава от слуха.